Неужели умершая в 2000 году Наталья Белиходзе все же была Анастасией Романовой? Дать ответ на этот вопрос может только ДНК-экспертиза, самый современный и точный метод идентификации личности. Но и тут мимо. Экспертиза ДНК Натальи Белиходзе была проведена после смерти последней. Родство с императорской семьей эта экспертиза не подтвердила. Я знаю, что подтверждено, что в захоронениях, которые были изгумированы и которые были проанализированы в 90-х годах, а потом в начале 2000-х, находился Николай II, императрица Александра Федоровна, и, соответственно, в одном захоронении трое их детей, и в другом еще двое девочка и мальчик. Это второе захоронение нашли не сразу. Правительственная комиссия, работавшая в 1992 году в Екатеринбурге на месте обнаружения останков, недосчиталась двух скелетов – княжны Анастасии, либо Марии, и цесаревича. Это подогрело слухи о спасении Анастасии. Последнюю точку в этом деле поставила находка двух скелетов в 2006 году, а также генетическая экспертиза, проведенная в Англии и США, недостающих среди расстрелянных Романовых не оказалось.